Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Семьи Колесниковых. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, поделитесь, пожалуйста, этим обзором в своей любимой соцсети и нажмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых моих обзоров. Мы переходим к Колесниковым. Леша с пилой разбирается. Все никак он с ней не разберется. То у него цепь надо заточить, то эту цепь как-то надо наладить. В общем, короче говоря, прям какая-то такая вот беда-беда с этой цепью. Никита разжигает мангал. Я была слегка удивлена, почему Никита этим занят. Ну, как-то вроде бы еще ребенок. Но в семье у Колесниковых не смотрят ребенок, взрослый. Все дети старше, ну, не знаю, наверное, лет шести уже взрослые. За исключением, конечно же, Дорины. Хотя в этой семье повзрослели раньше всех Виталина и Настя. Они были взрослыми, наверное, уже года в четыре. Ну, плюс-минус. Надо, говорит, начинать. Думаю, интересно, что начинать? Оказывается, Света имела в виду шашлык жарить. Ну, Алеша Максиму, стоящим рядом с ним, говорит, вот Максим, как он не захотел торт, и он предлагал торт выбрать в качестве подарка на день рождения, я так понимаю. Но Максим отказался от торта. Думаю, ну, нормально вообще. Сначала арбуз предлагаете, потом торт в качестве подарка. Ну, как так можно? Просто вот издеваются над ребёнком. Но в итоге, конечно, подарили Максиму нормальный подарок. Это оказался телефон и карта памяти на 128 гигабайт. Максим, конечно же, рад. Показал телефон. Всё замечательно, всё здорово. Ну, я тоже очень рада за Максима, потому как пора бы уже что-то более-менее приличное иметь в плане телефона. Ещё бы ему права выправить, но об этом поговорим чуть позже. Торт, Света говорит, сделали. А дальше добавляет. Говорит, к чаю печенье есть. Как бы такой тортик. Я вообще не поняла, что Света имела в виду. Хотя, в принципе, Свету очень тяжело понять. Очень трудно периодически её понять. А бывает такое, что её невозможно. Торт у неё там или печенье у неё к чаю. Что там происходит? Или торт из печенья. В общем, Света в своём репертуаре, что и говорить. Говорит, что торт украсили надписями. Как бы такой тортик. Вот. Виталина и Дарина в праздничных платьях. Бегают по двору. Никита разжигает мангал. Всё по-прежнему никак не получится у него. Надо его разжечь. Ну, а Света стоит рядом. Конечно, всё это дело снимает. Максим стоит рядом. Света стоит рядом. Виталина рядом. И все смотрят, как Никита разжигает мангал. Просто вот такое вот очень интересное занятие. Света говорит, что Максим должен палку какую-то закрутить, чтобы Света могла теплицу переделать. Думаю, интересно, это как? Что опять происходит с теплицей у Светы? Только-только вроде всё наладили. Вроде как все дыры там залатали. Вроде как урожай там какой-то уже даже есть. Что снова произошло? Что не так с той теплицей? Или Света имеет в виду вот это вот, что она сделала вроде как теплица, да? Накрыла в открытом грунте тряпки, тряпки, грядки полиэтиленом? Может быть, вот это Света называет парняком? Ну, не знаю. Возможно. Максим, наконец-то, готовит шашлык. Уже угли прогорели как надо. Ну, а папа? Да, Света говорит, не Лёша, а папа. Представляете, одно время она называла Лёшу папой. И сейчас, вижу, снова вернулась к этому чудесному моменту. Папа, там пилит. Лёша пилит, пилит, никак не распилит. И слышно, что работает бензопила. Вот это вот очень громко. Думаю, бедные соседи. С одной стороны. С другой стороны, они живут в таком доме, что вокруг я не думаю, что прям живут соседи. С одной стороны. С другой стороны, сейчас сезон, и вроде бы они должны быть на даче к своей. Не знаю. Ну, и Света спрашивает Максима о том, о другом. Как угли, как их температура. Всё нормально. Получается у тебя шашлык жарить? Не получается. А Максим практически не отвечает на вопросы Светы. Ну, и никак не реагирует на её реплики. По крайней мере, уже хотя бы не смотрит на неё зло. А то ведь раньше он на неё прям смотрел, ну, не очень добрым взглядом. Прям вот она ему что-то скажет, он на неё так посмотрит, ну, как не на совсем умную. Она ему такие вопросы задавала. Вот, помнится мне относительно его очков, его зрения, его операции возможные. Его посещение врача, офтальмолога в городе. Такое ощущение, что Света где-то вообще на другой планете. И она не знает, что с её сыном происходит. И что сыну надо поехать на обследование. И что ему, возможно, придётся делать операцию, ну, и так далее. Но, опять же, операция не дешёвое удовольствие. Поэтому Максим, я так понимаю, уже закрыл эту тему и об этом даже не вспоминает. Вот есть очки и есть. А то он хотел линзы, линзы. Но, да, правильно решил, что линзы не надо, потому как... Ему не надо, потому как за линзами надо ухаживать. А это не очень всё легко. И это раз. Во-вторых, все растворы, да и сами линзы, это не дешёвое удовольствие. Надо быть предельно аккуратным и очень чистенько, чтобы всё было. Ну, вы понимаете, что такое глаза и линзы. Ну, в общем, Максим вроде как тоже это понял и отказался от этой идеи. Он будет продолжать ходить в очках. Лёша говорит, что вот как хорошо пила-пилит. И всего-то делу, господи, поехать в город, в Ногинск. И за 810 рублей купить всё, что необходимо. Я так понимаю, цепь он что ли покупал. И вот эта вот цепь за 810 рублей намного лучше, чем та цепь, чтобы он покупал раньше за 500. За 810 рублей даже гвозди пилит. А за 500 на первом же гвоздике она ломается. Ну, а Никита развлекает себя сам, как может. Он из брусков, которые берёт в сарай, пытается выложить какую-то дорожку. Прям выстилает её. На что Света замечает, говорит, Никита, не надо, мол, опять начинается. Но Никита вообще как будто бы Свету не слышит. Он продолжает заниматься вот этой вот дорожкой. Не знаю, зачем это ему надо. То ли он хочет там проехать на велосипеде, на таком как, ну, на возвышении. То ли что, я не знаю, для чего это надо. Но так как Света, говорит, опять начинает, значит, это уже не первый раз. И Никита уже такое проделывал. Наверное, за собой потом не убирал. Не знаю, почему Свету так это не порадовало. Ну, а дальше мы видим, что все уже в доме. И Анжелика заправляет Цезарь мангово-апельсиновым соком. Думаю, ну, интересно, что-то как-то вот. Я, например, такую заправку впервые вижу. Даже вот, наверное, не сок, а концентрат какой-то. Потому как в пакетике этот сок был. Шашлык, Света говорит, вот у них будет на столе салат ко дню рождения Максима. Ну, и, в принципе, все. Той картошки, которую Света отваривала, мы так и не увидели. Я так понимаю, картошка не была предназначена для праздничного стола. И вот садятся кушать. И Леша стал говорить, вот Максиму 18 лет. 18, он говорит, мне 17. Ну, и дети тоже говорят, Максиму 17 лет, а не 18. Но Леша утверждает, что 18 лет, 18-летие. И даже вот это вот дело вынес в название. Ну, 18-летие Максима отмечаем. Но, опять же, название с ошибками было написано, как всегда. Это такая вот фишка колесников писать. Название своих логов в большинстве случаев с ошибками. И говорит, что вот, теперь у тебя есть возможность, права получить. Ты можешь с 18 лет уже можно, мол, заниматься. Хотя у меня, Леша говорит, в 16 лет уже были права. Но, Леша, это больная тема для Максима. Ты прекрасно знаешь, как сильно Максим хочет уже, наконец-то, получить водительское удостоверение. Но деньги на обучение ты ему не дашь. А Максим бедный, вот как может, так и зарабатывает на этих вот работах непонятных, ремонтных. С тобой, кстати говоря, вместе ходит. И то, что у тебя права были в 16 лет, это говорит только о том, что у тебя папа инструктор, автоинструктор. И он же тебя и обучил. И теории, и практики, и практически он же тебе эти права и выдал. Бесплатно ты занимался. То есть тебе это ничего не стоило. А сейчас бравировать этим, говорить как-то, вот, Максим, посмотри, какой я крутой. У меня в 16 лет уже были права. Да, Леша, ты не так крут, как твой папа, к сожалению. Поэтому твой ребенок не видит всего того, что видел ты. Вот, Леша, все только по твоей вине. Только по твоей вине. И ты еще не крут в том плане, что ты не можешь заплатить за курсы в автошколе. Ну, не можешь ты просто вот так оторвать семейного бюджета на обучение ребенка деньги. Это не самое главное обучение, кстати говоря. Права, знаете как, не у каждого есть и не каждому оно надо. Но ты не хочешь даже задуматься о том, что и как ты будешь оплачивать своим другим детям. Максим худобедно закончит вот это вот, заканчивает училище, колледж. А остальные дети? Им тоже надо будет как-то задуматься об образовании. Хотя, в принципе, вы об этом думаете в последнюю очередь. Вы считаете, что дети сами себе должны заработать на образование. Вы какие-то очень интересные родители. Очень интересные, своеобразные. Но Леша говорит, вот, Максим, ты знаешь, много ему надо учить. Теории надо много изучать. Надо знать все сигналы постового. Все сигналы светофора, что означают. Все знаки, что означают. В общем, короче говоря, много надо учить. Максим готов учиться. Готов учиться. Оплати Леша ему, дай ему эту возможность. Я не думаю, что Максим хуже тебя сможет что-то выучить. Пока молодой, пусть учится. Ну, а дальше Леша решил всех поспрашивать, опросить. Кто хочет повзрослеть? Ну, повзрослеть, как оказалось, никто не хочет. Виталина и Анжелика хотят маленькими оставаться. А почему хорошо быть маленькими? Потому как драться можно. Я так и не поняла. Или не драться можно, или драться. В общем, что-то там с драками связано. И это девочки так отвечали. Весьма странно, согласитесь. Торты, говорят, есть у них на сладкое. Но один торт Дарина погрызла. Я, когда это услышала, я не поверила своим ушам. Я перемотала. Думаю, что же Дарина могла сделать с тортом. Нет, всё правильно. Она его погрызла. Но как так можно, я не знаю. Во-вторых, если бы это была не Дарина, а кто-нибудь другой, я представляю, что бы было с этим ребёнком. А так всё очень хорошо и спокойно. В прошлый раз, когда Дарина рассыпала ведро мусора практически у порога, сказали, Дарина, так больше не делай. Это было всё, что сказали Дарине. Сейчас Дарина торт погрызла. Ну, все посмеялись над этим. Ну, погрызла и погрызла. Ну, и ладненько. А если бы это была Виталина или Настя? Как бы отреагировали бы Колесниковы старшие? Очень интересно. И фоном у них звучит такая заунывная какая-то такая христианская песня. Да. Лёша говорит, вот Максим никого не пригласил на день рождения к себе. Но я так могу понять Максима. Ему просто стыдно. Ему стыдно пригласить кого-то из знакомых. Не говорю про друзей, потому как я думаю, друзей у Максима нет. Ну, это, кстати говоря, одна из основных причин, по которой нет никого из приглашённых. Это раз. А во-вторых, даже если бы он и пригласил знакомых или приятелей, но не друзей, ему было бы просто стыдно за то, что эти люди, считай, чужие люди, да, если бы в дом не увидели. И Лёша говорит, вот, кажется, что скучно, грустно. Думаю, мысли прочитал. Вот реально скучно и грустно. Говорит, клоуна, что ли, вызывать? Максим аниматором, мол, себе на 18-летие. Почему он не заказал? Максим говорит, во-первых, мне 17 лет. Он снова напомнил папе, что ему 17 лет пока ещё. Ну, а аниматоры как аниматор. Не нужны ему аниматоры. Лёша говорит, вот, за забором, где он там работал, были слышны крики, музыка, люди какие-то были. День рождения отмечали. Ну, разве это дело, мол, дал Лёше понять? Нет, вот так хорошо подзолны, но и какую-то непонятную музыку. Вот так в семейном тесном кругу. Да, семью отметить это очень неплохо. Но не в таком формате, как мне кажется, правда? К этому надо подойти более как-то вот весело. Они вот так сели, поели, разошлись. Кстати говоря, сели, поели, разошлись. Они на кухне, да. Они ели на кухне, и, соответственно, с кухней они разошлись. То есть никто даже не подумал о том, что стол может быть, как всегда, вот они накрывают другим детям в зале, в их тронном зале. Нет, всё на кухне. Как-то очень странненько. И переодеты в более-менее праздничное были только две девочки. Дарина и Виталина. Света сидела в повседневной одежде. Причём как-то вот странное выражение лица у неё были. Они у неё менялись в течение всего вечера. Лёшу мы не видели, Лёша был за кадром, Лёша снимал, только мы его слышали. Максим, в чём был, в том был, он не переоделся. В общем, Никита тоже в повседневной своей одежде. Как-то очень странненько всё. И с таким выражением спросил, по-моему, Максим, по-моему, спросил, или Никита. Что, клоуна, что ли, вызывать на день рождения? Как-то вот так. Не-не-не, клоуна на день рождения ни в коем случае. Что вы? Ну, а как оказалось для Анжелики, самое то, это дрова таскать. Почему? Потому как они на перегонки, что ли, бегали с этими дровами, когда они их перетаскивали. Я так и не поняла Анжелику. Но Анжелика говорит, что им было весело и полезно дрова таскать. Вот что их веселит и развлекает. Не клоуны, а перетаскивание дров. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, буду рада вашей подписке, лайкам и комментариям. Всем пока-пока.